приветик мои дорогие продолжаю видео про солнечное затмение сейчас мы с вами будем смотреть видео которое я записала на английском языке но для моего англоязычного канала можете кстати подписаться поставить лайки оставлю ссылочку на англоязычный канал если вам интересно смотреть его можно будет через яндекс переводчик на русском я там выкладываю нарезки с твиттера где в твиттере обычно такие интересные личности как илон маск алекс джонс и другие там такие известные лидеры в америке они значит очень часто рассказывают про разные как бы события в сша чтобы они значили вот тут было двухчасовой ребята видео но это будет запись голоса да то есть там как такого видео не будет там там можно только записать голос вот поэтому я записала я для вас перевожу на русский язык видео выйдет в двух частях вот это будет первое и второе следом выйдет будет часть 1 час 2 потому что полностью их подкаст был более двух часов где-то 230 поэтому я его поделила на пополам и если вы интересуетесь коспирологическими вещами политическими вещами вам интересно что знать что илон маск думает и так далее значит как назывался подкаст который вел алекс джонс это известный конспиролог сша и присутствовал на этом подкасте илон маск что большое событие просто илон он не присутствует лишь бы на каких событиях он именно присутствует он он был под псевдонимом псевдоним у него здесь эдриан дитмэн эдриан дитмэнд но это был элон маск и вы слышите его голос то есть вы у них не спутать голос элона маска и алекс джонс говорит спасибо элон под именем эндриан мы не будем его называть элон ну потому что тут шло про правительство разговоры элон был под псевдонимом называется так солнечное затмение 8 апреля почему government freaking out почему правительство как бы сходит с ума что почему-то правительство устраивается это большой как бы какую-то панику почему правительство паникует с алексом джонсом и элон маском а значит эта часть 1 потом будет часть 2 значит смотрите здесь вот это скриншоты я сделала как они разговаривали вот так это выглядит обычно эти экспрессы если вы зайдете в twitter ну сейчас можно только под в пеном заходить если вы зайдете вы найдете правильное время в правильном месте эти x файлы вот эти вот то есть возможность записать если у вас есть так как бы устройство записывающие то можно записать это это видео а вот и вот так оно выглядит а поэтому в записи будет она также вот как оно есть и поэтому начинаем смотреть я думаю что ребятки вам понравится мне например очень понравилось я люблю такое дело я как бы с удовольствием посмотрела поэтому начинаем смотреть это моя графика поэтому я тут работаю над моими графическими уроки иных как скиллс это была аминка Продолжение следует... Это то, что происходит постоянно. Только в прошлом году, то есть полгода назад, в Остине произошло девяностахное солнечное затмение. На самом деле это была практически полная корона, в которой можно было увидеть только краешек солнца вокруг Луны. Это было потрясающе. Я сфотографировал это, и мы показали это в прямом эфире. И если бы я просто поехал, как мне сказали, на 300 миль севернее, я бы... Так, ребята, сейчас хочу просто показать. Сейчас говорит Алекс Джонс. Вот он, он ведущий этого подкаста. Алекс Джонс, конспиролог. Вот это вот Эдриэн Дитмен. Это Элон Маск находится. А это вот я, Винтерстар. Я под именем Винтерстар Техас. Я нахожусь в Твиттере. То есть это вот я, которая слушает этот подкаст. Вот. И тут очень много разных было конспирологов, вот много политиков было. Присутствовало в тот момент, если я не ошибаюсь, больше 650 тысяч человек слушало этот подкаст. Значит, я считаю, что это важно. Слушайте. Даже если сейчас я, наверное... Так, убежишь, все работает. Да, я сейчас вам поставлю. Вы начинайте слушать, а я как бы, может быть, даже выйду с камеры. Уполничное затмение. Но вместо этого внезапно мы слышим, что федералы объявили чрезвычайное положение, штаты объявляют чрезвычайные ситуации, Национальная гвардия, охрана штата. Центры по борьбе с угрозами, служба внутренней безопасности предупреждает. Следите за оповещениями о чрезвычайных ситуациях. Это просто смертельно опасно. Сейчас произойдет что-то ужасное. Ну что же, сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы поиграть в Варджеме с целым рядом удивительных личностей, которые заявили, что присоединятся к Спейсис. И у нас здесь есть Чейз Гейзер, соведущий, который будет управлять Спейсис через нашу систему и расскажет вам о некоторых людях, которые придут вставай. И я хочу узнать их точку зрения. Но я верю, что 8 апреля через 10 с половиной дней ничего не произойдет. Но что я точно знаю, так это то, что федералы используют это как учение по ведению военного положения, и это неоспоримый факт. А теперь, если вы вернетесь к самым древним культурам по всему миру, будь то Мезоамерика, Древний Китай, или Древние Европейцы, Древние Африканцы и Египтяне. Все культуры были одержимы лунными и солнечными затмениями, потому что знали о звездах и Луне, а некоторые из них были особенными. Они не знали, кто они такие, но знали, что иногда они исчезают. Иногда бывает так, что ты встаешь утром, солнце встает, ты ложишься спать, а потом солнце садится. Иногда каждые несколько лет или в зависимости от географического положения, где они находились, каждые 50 лет или около того солнце или Луна просто исчезали. И есть разные легенды. Греки говорили, что из океана вышло большое существо и съело их. Один из титанов и класс священников сказал бы, дайте нам больше власти. Потому что они рассчитывали астрологически и математически, когда это произойдет. Ну что же, люди забудут об этом через 30-40 лет, не видя ничего подобного. И тогда у них возникнет вся эта бессмыслица и страх перед тем, что священники получат лучшую еду, лучшее жилье, ну вы понимаете, лучших женщин и все остальное. Таким образом, иллюминаты, оккультизм и все это происходит из школ мистерий, которые были в каждой древней культуре. На самом деле это были не колледжи, но в основном они занимались математикой, естественными науками, медициной, сельским хозяйством, архитектурой. Но вы просто предоставляете это тем, кто занимается этим. Широкая публика. Все это происходило в этих храмах знаний. Так что многое из этого опять-таки связано с суевериями. И это похоже на то, как вам говорят, что если у вас будет слишком много углекислого газа, земля погибнет. А у нас есть налог на выбросы углекислого газа, и вы, и корови пердежи, это плохо. И это свидетельствует о невероятном контроле. Почти все культуры, начиная с друидов и ацтеков, в то или иное время прибегали к массовым человеческим жертвоприношениям. Наблюдение солнечных или лунных затмений — это антигенный препарат. Вот моя гипотеза, моя теория о том, почему это происходит. И нет никаких сомнений в том, что федералы используют это в первый раз за всю историю этой истерии. Как будто впервые надевают маски и не выходят из дома из-за вируса, который убивает менее одного человека. Один процент. Они пытаются сделать нас еще более языческими. Так сказала ООН, мы становимся еще более суеверными и невежественными. Национальная гвардия будет задействована во время полного солнечного затмения 8 апреля. И так далее. О, местные органы власти, работающие с федералами, говорят людям, что будьте осторожны, когда выходите на улицу. Солнце будет медленно исчезать в течение примерно 45 минут. Сначала будет светло, потом наступят сумерки, а затем оно просто вернется обратно. И это прекрасно, и это потрясающе. И тени, которые оно отбрасывает, и то, что оно делает, просто потрясающе. Вот мой взгляд на это. Вот где мы находимся. Но я хотел бы поговорить с целым рядом людей, которые будут заходить в Спейсис, а также с Джеком Бамбеком по скайпу и с Джейм Дайером. Я хочу постараться уделить каждому как можно больше времени и уделить внимание главным выступающим, потому что сегодня вечером у нас здесь два часа. Но я хочу показать клип, который будет просто показательным. Это своего рода моментальный снимок того, что мне рассказали на заправке и в церкви. Мы с тобой ходили в магазин спортивных товаров Академии три дня назад, четыре дня назад, и каждый человек там был слушателем. Я имею в виду, что я просто показываю тебе, насколько люди бодры. Но большинство из них вспомнили о солнечном затмении, а также о рыжей тёлке. Скоро мы сделаем специальное шоу на эту тему. Но это просто потому, что шумиха царит повсюду. Люди не перестают спрашивать меня, но это своего рода показательный момент в одноминутном ролике. Я просто джентльмен онлайн, указывающий на всё это безумие и спрашивающий, что будет дальше? Я не думаю, что это из-за того, что что-то грядёт, что инопланетяне собираются вторгнуться или что-то произойдёт. Это может быть кибератака. Кто-то может использовать это, чтобы сделать это в тот момент. Какой-нибудь культ может совершить самоубийство. Может произойти теракт, вот и вся шумиха. Но в основном речь идёт об оправдании типа «Эй, у нас не будет учений по ведению военного положения в связи с выборами». «У нас не будет учений по военному положению в связи с гражданским восстанием, в связи с войной с Россией или финансовым крахом». Мы проводим их в связи с затмением. И вот я вижу, что это генеральная репетиция прикрытия. Сейчас мы услышим мнение Чейза Гейзера по этому поводу. Он расскажет нам обо всех этих удивительных людях. Они приезжают сюда, и мы просто постараемся рассказать о них как можно быстрее. А ещё этот парень очень похож на Илона Маска, но это не он. Я действительно хочу встретиться с ним лично. Это Эдриан Дипман. В программе будет Эдриан Дипман и ещё куча других. Но давайте сыграем в короткую игру простого человека в Твиттере, который по сути говорит то же, что и все остальные. Вот оно и лиха. Вы всё это видели? Что происходит с этим затмением? Оно приближается. Ты знаешь, что занятия в школах отменяются? Нет, есть люди, которые уже побывали там. Посмотри на это. Запланируй свои дела и встречи пораньше. Составь план общения с семьёй и друзьями. Имей под рукой наличные на случай ограниченного доступа в интернет. Купи необходимые продукты и бензин, ожидая интенсивного движения транспорта. Почему? Я имею в виду, что мы пережили много солнечных затмений, и это никогда не было чем-то особенным. Я имею в виду, что школы обычно используют это как время для обучения. Мы изготавливаем маленькие очки, выходим на улицу, немного играем, а потом смотрим на солнце. Понимаешь, потому что они всегда говорили, что нельзя смотреть на лыжные ролики без надения очки. Но я не знаю, может ли это быть одной из причин, по которой миллионеры и миллиардерши строят свои большие бункеры. Я не знаю, но я просто нахожу это действительно странным, что они собирают школы и публикуют советы по затмению для чего-то, с чем мы сталкивались несколько раз в нашей жизни. Но я просто хочу, чтобы вы все знали об этом. Как обычно, дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь, и желаю вам отличного дня. Это хороший итог. Возможно, это можно использовать для обложки чего-то другого. Но я просто рассматриваю это как еще одно оправдание тирании. У нас уже и так полно спикеров, самых разных интересных людей из разных областей. У нас есть несколько человек в скайпе. Ребята, Чейз, вот это показывает Хон. Расскажи нам, что происходит, а затем выскажи мне свое мнение по этому поводу. Да, так что у нас есть много людей, которые согласились прийти. Это первый раз, когда мы занимаемся пространством, но не так спонтанно, как обычно. Обычно мы решаем сделать пространство примерно за 30 минут до начала шоу, а затем просто запускаем его. Так что за последние пару дней мы запланировали это мероприятие, чтобы всех взбудоражить. У нас уже есть около двух человек, которые работают в этом пространстве. Мы находимся в прямом эфире всего 8 или 9 минут или около того. Так что это здорово. У нас есть несколько потрясающих спикеров. Они скоро появятся. Джек Посо, как упоминал Алекс, и другие. Адриан Дитман, я думаю, тоже присоединится к нам. Я связался с Эндрю Тейтом. Он спросил, который час в Бухаресте. Так что, возможно, он заглянет к нам. Мы точно не знаем. Я думаю, что для него сейчас будет час ночи. Но уже появилось много замечательных ораторов. Что касается всего этого, я просто нахожу захватывающим тот факт, что мы прибыли в место, где вещи, которые мы традиционно воспринимаем как признаки примитивной культуры. Или предшествующая эпоха. Например, одержимость астрологии, жертвоприношение детей или животных. Все это, похоже, снова проявляется в этом году в одно и то же время. По какой-то причине я нахожу этот факт интересным. Я впадаю в панику из-за солнечного затмения. Да, ну что же, из-за этого затмения люди сходили с ума. Потому что в течение нескольких минут я не знал, вернется ли когда-нибудь солнце. Но теперь мы знаем, что солнце вернется. Так почему же мы все еще переживаем из-за этого? Понимаешь? Именно так. Ну что же, класс священников сказал бы им, что они могут не вернуться, а ты не ведешь себя с нами хорошо. Используй рычаги воздействия. Да. Так что да. Я имею в виду, когда я читал документы ООН 20 лет назад, и доктор Майкл Кауфман снимался в фильме «Эндшпиль», он умер спустя годы после этого замечательного парня. Он читал мне документы ООН 60-х годов, где говорилось, «Мы собираемся вернуть невежество, оккультизм и волнуюсь из-за эффекта солнечных затмений». Это в «Эндшпиле» 1,5, где он на самом деле говорит обо всем этом и о язычестве. Вот что это такое. Да, это странно. И интересно, что ты упомянул о скрытых знаниях в школах мистерий. Я знаю, что есть люди, которые действительно изучают эзотерику, и в чем заключается метафорический, алгоритмический или аллегорический смысл некоторых из этих посланий или знаков. А ведь в этих зарослях так легко заблудиться. Я знаю, что пару недель назад, когда мы снимали еще одно пространство здесь на Икс, кто-то позвонил и упомянул об этом в определенной главе из Откровения. И я только что сказал тебе, Алекс, я не знаю, с чего начать, когда мы начинаем распутывать все больше и больше эзотерических вещей это. Что очевидно, так это откровенные заголовки и сообщения, которые мы получаем от газеты. Все верно. Они добавляют втор в воду. Смертельные случаи со смертельным исходом, открытый сатанизм, открытое мировое правительство, открытое безналичное общество. Но это же так мило. Людям нравятся эзотерические загадки, потому что они могут спроецировать на них все, что захотят. Да. И федералы это знают. Поэтому они устраивают истерию по поводу полного солнечного затмения, хотя многие из них происходят раз в год в разных частях США. Совершенно верно. И знаешь, с научной точки зрения это потрясающе. Это захватывающе. Я собираюсь попытаться взглянуть на это с другой стороны. Я понимаю, что это забавная, крутая вещь. Но для меня не имеет смысла, почему раздаются все эти призывы к ведению военного положения только потому, что все будут смотреть на солнце в одно и то же время, Алекс. Ну что же, вспомни, что было в Австралии и Новой Зеландии. Вспомни, как там разные премьер-министры и президент говорили. Не смотрите на закат. Не разговаривайте со своими соседями. Значит, они тоже боятся. Глобалисты так поступают, когда мы проводим какое-либо общественное мероприятие, которое они не контролируют. Потому что мы смотрим на солнце, созданное Богом, которое является источником нашей жизни и климата. Мы не смотрим телевизор и не смотрим матч национальной футбольной лиги. Так что они также используют его не только для проведения учений по федерализации командования и контроля над различными округами и городами. Для чего, по их признанию, они его используют. Это еще и потому, что они хотят, как на каждое Рождество или любой другой праздник, рассказать какую-нибудь громкую историю. Таким образом, они хотят доминировать над нашей психикой. Абсолютно верно. О, правительство здесь, чтобы держать тебя за руку во время всего этого. Совершенно верно. И это уже не первый раз, когда они делают это специально для затмения, как ты вкратце упомянул. Я думаю, что это был второй или третий клип на листе с клипами. Я провел небольшое исследование, пытаясь собрать несколько клипов для тебя, Алекс, для этого мероприятия. И мне было так забавно, что шесть лет назад раздались призывы вести военное положение. А Фима выступила с призывом усилить регулирование из-за какого-то затмения, которое произошло в 2017 году или 20 лет. О да, это был тот самый случай над Орегоном. Да, они просто великолепны. Я и забыл, что у них есть этот клип. Два и больше. Три. Да, по-моему, это и то, и другое. По-моему, они помечены на листе с клипсами шестилетней давности. Все в порядке. Да-да, они сделаны шесть лет назад. Ребята, я должно быть перепутал. Я должно быть перепутал свой лист с вырезками. Так что, пожалуйста, можно мне взять еще один лист с вырезками, пожалуйста? Спасибо тебе. Я никогда не видел его у себя на столе. Ну что же, отличная работа, Чейз. Ребята это понимают. Ладно, я не хочу доминировать в этом вопросе, как и ты. Скоро мы включим этот клип. У нас сегодня здесь так много важных гостей. Так много интересных людей. Мне сказали, что у нас на кону также один из лучших боксеров. Так что ты сам решаешь, к кому мы пойдем следующим. Давай. Ну что же, ладно. Почему бы нам этого не сделать? Давай, первый. Почему бы нам не начать прямо с Райана Гарсии? Райан, давай, включи звук и скажи то, что ты должен сказать, если ты все еще здесь. Нет, ты же знаешь, я просто здесь. Я уже некоторое время слежу за творчеством Алекса. Меня всегда заинтриговывало то, что он говорит. Так что, знаешь, я очевидно сам создаю свои собственные пространства. Так что я здесь не для того, чтобы, ну, знаешь, пытаться внести в них слишком большой вклад. Я здесь для того, чтобы слушать. Но я действительно понимаю, что 8 апреля это знаменательный день для многих людей. И в этом я согласен с Алексом. Это довольно странно, что правительство в такой день не справляется со своими обязанностями. И в этот день часто наблюдаются солнечные затмения. Но что мы точно знаем, так это то, что это солнечное затмение, если вы нацелитесь на него на карте. Есть явные признаки того, что это знак от Бога для людей, чтобы они покаялись в своих грехах. Кое-что начинает проясняться. Правда выходит наружу, и каждый может это увидеть. Все становятся очевидцами, и никто ничего не может с этим поделать. Но опять же, я здесь для того, чтобы просто выслушать. И если вы, ребята, хотите, чтобы я о чем-нибудь рассказал, я это сделаю. Но опять же, вы, ребята, можете продолжать шоу. Я здесь просто для того, чтобы выразить свою поддержку Алексу, как я всегда это делал. И пусть свершится воля Господа, а не моя. Так что располагайся поудобнее. Я буду внимательно слушать. Ну что же, Райан, Райан, я действительно так думаю. Спасибо тебе. Я действительно ценю, что ты позвонил. Раз уж ты здесь, мы поговорили об оккультизме и о том, как они помешаны на нумерологии, астрологии и более современной астрофизике. Они вообще занялись этим. Корни этого уходят в оккультизм. Если ты не против поговорить о Богемской роще, потому что я никогда не вдавался в подробности, и я не говорю, что ты ошибаешься или нет, ты не был свидетелем чего-то. Не мог бы ты поподробнее рассказать о том, что ты говорил месяц назад или пять недель назад? Да. Где ты сказал, что был привязан и видел, как что-то происходило в Богемской роще? Да. Еще раз повторяю, я собираюсь обратиться с этим в Конгресс. Я не шучу. Так что я тесно сотрудничаю, скажем так, с людьми, которые находятся на переднем крае этого процесса и понимают, через что прошел я и через что прошли другие люди. Это не Богемия МакГроув, не единственное место, где они занимаются этим. Ты понимаешь, о чем я говорю? Они делают это везде. Так что я всем говорю, отпусти это, отпусти это. Я не могу. Я имею в виду, что могу, но это было бы неразумно. Здесь я имею дело с некоторыми злыми людьми, и мне нужно быть очень внимательным. Так что на самом деле я не могу. Ну что же, Райан, позволь мне внести ясность. Позволь мне внести ясность, Райан. Я с тобой не спорю. На самом деле, исходя из того, что я понял из твоих слов, я сказал, что возможно он был в другой роще. Потому что, насколько мне известно от членов Гроув, включая бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта, он написал в своей книге «Люди с политической ретроспективой», когда он был канцлером Западной Германии. Он писал, что ему нравились друидические ритуалы, которые они проводили в Гроувсе в Германии, но его любимым местом для их проведения была Богемская роща. И я заполучил их летописи, я проник внутрь, и теперь другие получили информацию. Они действительно устраивают инсценировки человеческих жертвоприношений. Детей и людей действительно находят мертвыми в этом районе. Это культ смерти. То есть ты конкретно говоришь, что еще не готов рассказать об этом, но ты намекаешь, что был в ответвлении Богемской рощи, или ты говоришь, что был в Богемской роще. Я не могу. Прямо сейчас я не могу вдаваться в подробности. Но опять же, то, что случилось со мной, было реальностью, и все эти люди получат свое. Не волнуйся, еще раз повторяю, я работаю с людьми, которые действительно могли бы справиться с этим, и есть много других историй. Ты веришь, что они также могут стереть твою память, или нашу попытку стереть твою память? Это вопрос. О, верю ли я в то, что существуют методы стирания памяти людей? Да. Ну что же, на сто процентов это называется электрошоковой терапией. И, как правило, всего несколько процедур, которые вызывают повреждение мозга сразу после событий, могут стереть эти воспоминания. А многие из них могут стереть почти всю память, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ну что же, я скажу тебе, что они пытались сделать это со мной. У них ничего не вышло. Это сделал Бог. Бог заботился обо мне все это время, но они опять же пытались. Но ты должен осознавать Бога. Бог — это тот, кто правит всем. Так что я просто благословлен тем, что нахожусь здесь прямо сейчас, и все еще способен бороться, и все еще способен бороться с этим и со всеми остальными. Вот почему все такие. Эй, потише, потише. Вы все были бы другими, если бы прошли через то, через что прошел я, и увидели то, что видел я. Никто из вас, ребята, не был бы прежним. Ну что же, Райан, могу я просто сказать вам, что Нэм Калтро, и у них есть другие химикаты и другие вещи, которые могли бы это сделать, работой так же. Они подвергали детей электрошоку, когда пытали их. Это рассекреченная информация, в том числе о сексуальных домогательствах более 10 детей в Канаде и США, и доктора Юэна Кэмерона. Ты хочешь сказать, что помнишь, как лежал на больничной койке, и к твоей голове сбоку были прикреплены электрические панели? Ты хочешь сказать, что тебя ударило током? Я хочу сказать, что они пытались стереть мою память. Именно это я и хочу сказать. Еще раз повторяю. Ну что же, я имею в виду, я знаю, что эти программы реальны. Я не отрицаю, что то, что ты говоришь, правда. Да, на сто процентов. И все знают, что МК Алтро существует на самом деле. Все знают, что они тоже делают такие вещи. И они могли бы делать это и другими способами. Как ты думаешь, почему они пытаются дать мне лекарства? Как ты думаешь, почему они пытаются подсадить меня на Ксанакс и все остальное дерьмо? Это психоз. Да, я имею в виду, я только упомянул об этом. Я упомянул электрошок только потому, что это самый старый документально подтвержденный метод. Да, он у них есть. На самом деле у них есть вирусные инъекции живых вирусов, которые поражают участки мозга и вызывают различные виды потери памяти. У них также есть таблетки, которые это делают. Да. Именно это я и пытаюсь сказать. Они буквально пытаются дать мне лекарства. Они пытаются дать мне лекарства от психоза. Это было настоящее безумие. И знаешь что? Это не сработало. Просто не сработало. Я перестроил свой мозг. Я выпил кучу кофе, и я просто знаю, что это звучит безумно, но я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы снова зажечь свой мозг, потому что они выложили это дерьмо. Говорю тебе, они, блядь, пытались накачать меня наркотиками. И я только что подумал в своей голове, если есть какой-то способ выпутаться из этого, то какой именно? Так что я начал много пить. Я знаю, что это звучит как сумасшествие, но я просто пил то, что должно было взбодрить мой мозг, опять же ты знаешь, и я просто просил Бога исцелить меня. Исцели меня, Господи, потому что знаешь, я мог сказать что-нибудь, а потом забыть следующее второе слово. Это было чертовски дико. И у меня действительно есть доказательства того, что я пишу заметки сам для себя. Почему я ничего не могу вспомнить? Почему это происходит, когда я пишу? Ну, это звучит так, как будто электрошок приводит к разделению на части. Послушай, я был бы рад пригласить тебя в качестве гостя в ближайшем будущем. И я благодарен тебе за то, что ты поделился своим мнением о солнечном затмении. Мы собираемся отправить тебе личное сообщение для меня и моего соведущего Чейза Гайзера, и мы были бы рады видеть тебя в эфире. С удовольствием познакомлюсь с тобой лично. Рад видеть тебя в студии. Ты хотел бы еще что-нибудь добавить о приближающемся солнечном затмении? Нет, просто покайся и приди ко Христу. Это все, что я скажу. А сейчас я собираюсь заставить себя замолчать. И я люблю вас, ребята. Иисус Христос возвращается. Да, благословит вас Бог, ребята. Хорошо, мы вернемся к вам позже. Если ты захочешь сказать что-то еще, дай нам знать. Подними руку. Спасибо тебе, Райан. Да, конечно. Это было потрясающе. Я тут подумал. Я ни в коем случае не хочу придавать этому значение. Но они, похоже, не могут заставить Джо Байдена что-либо вспомнить. И они не могут заставить Райана Гарсио, чтобы что-нибудь забыть. Это просто показывает, насколько компетентно правительство. Ну, в том-то и дело, что все это дерьмо с контролем сознания сплошная неразбериха. Вот почему им нужны микрочипы. И они могут делать невероятные вещи. Они также могут делать с ними по-настоящему плохие вещи. Позволь мне спросить тебя, как ты думаешь, что случилось с МК Альтра? Я имею в виду, что они удалили документы, сделали вид, что закрыли сайт. Но никто так и не был привлечен к ответственности. Ну, я имею в виду, что МК Ультра существовала с 50-х годов, а в 70-х ее разоблачил комитет Фрэнка Чорча. Да? Это было просто гигантское государственное тестирование промышленного уровня. Существуют тысячи других программ. Но это когда-нибудь заканчивалось? Они так и сказали. Нет, нет, это никогда не заканчивалось. Да? МК Ультра, МК, Науми и многие другие. Вау, это просто безумие. Так вот, Клифф Хай — это тот, кто хочет выступить в группе. И я специально расспрашивал сегодня, Алекс, о людях, которых мы могли бы пригласить в это пространство, и которые были бы особенно хороши в обсуждении темы затмения, с которой мы имеем дело. И Клифф Хай и Харрисон Смит действительно упоминали о ком-то, кто просил, предлагал, рекомендовал нам привлечь его к работе. Так что давай войдем, включим звук и скажем то, что ты должен сказать, чувак. Да, сэр. Я здесь? Добро пожаловать. Да, все в порядке, спасибо, сэр. Мне нужно срочно сделать пару вещей. Вашему предыдущему гостю необходимо изучить вещество под названием плазмологены, плазма с аллогеном. Это поможет восстановить его память. Я перенес то же самое, когда умирал от рака толстой кишки, и мне делали анестезию во время операции. И если я прав, у него есть проблемы, из-за которой он может чего-то не помнить, но потом, если он подумает о чем-то, некоторые из этих воспоминаний вернутся к нему. Он и плазмологены действительно помогли этому. В любом случае, у меня другой взгляд на многое из того, что происходит с сильными мира сего, и на то, что ими движет. Потому что я смотрю на вещи с большого расстояния и с точки зрения времени. Поэтому я придерживаюсь мнения, что у людей на этой планете было много цивилизаций, и мы только что вышли из Кали-Юги в 1699 году. И мы находимся на 326 году Дэвапа-Юги, и это восходящая юга. Вот в чем суть. Наша галактика похожа на плоскую тарелку с миллионами солнц в центре. На этой плоской тарелке находятся все планеты и все другие солнечные системы, а также вся материя в нашей галактике. Наша Солнечная система находится в третьем малом спиральном рукаве, и она поднимается и опускается относительно этой тарелки. Так что мы не можем получать излучение из центра галактики в течение длительного времени. Какой-то промежуток времени, 2400 лет, точно в пределах нашей Кали-Юги. А затем на других этапах нашего путешествия вокруг края Солнечной системы, по этой синусоидальной орбите, мы поднимаемся вверх, удаляясь от края галактики. Или опускаемся вниз, удаляясь от него и приближаясь к нему. Итак, у нас есть периоды подъема и спада Юга. Эти Юга выводят из себя власть имущих. Причина, по которой это выводит их из себя, заключается в том, что у них есть все эти эзотерические знания и гигантские библиотеки, которые они собрали со всей планеты и кое-что прочитали. В нем очень-очень подробно рассказывается об этом. И они обнаружили, что человечество реагирует на излучение галактического центра. Что мы, как биологический вид, действительно меняемся в своем мышлении и наших психических и физических способностях с течением времени, когда мы подвергаемся воздействию большего или меньшего уровня этих галактических излучений. И, кстати, позволь мне просто поддержать тебя, потому что я знаю, кто ты такой, и я также изучал их как самого себя. Мы можем посмотреть на то, как древние индусы смотрели на это и на их понимание звуков и символов, которое позже было доказано математикой. Но у людей может быть своего рода эзотерическая проекция того, как это работает. Но известно, что мы будем получать различные виды излучения и эманации, и что в галактике существует определенный цикл. Так что можешь называть это как хочешь. И это как бы восходит комиксам Марвел и прочим вещам, которые всегда рассказывают тебе об эзотерических знаниях за последние 70 лет. Где Супермен, он блокируется от этой энергии, когда он приходит на Землю, где есть другая энергия, и тогда он становится Суперменом. Они как бы прямо здесь говорят нам об этом. Правильно, правильно. Именно так все и обстоит. И вот в чем проблема. Наша нынешняя группа сильных мира сего очень напугана, потому что у них нет возможности точно знать, как отреагируют люди, но они знают, что мы уже реагируем на это. И тогда оно будет увеличиваться по мере того, как мы будем продвигаться вперед. У нас будет более высокий уровень реакции, и это распространится дальше среди населения. Это окажет на нас более глубокое воздействие, которое они не смогут контролировать. У этого есть и другой аспект. Так что я изучаю древние языки, и обнаружил пару очень древних языков, которые периферийно связаны с санскритом, и они уходят корнями еще дальше. На некоторых из этих языков есть люди, которые обсуждают концепцию о том, что нашу Солнечную систему можно рассматривать как клетку, как единственная клетка, в которой Солнце является митохондрией нашей клетки. Наша Солнечная система действительно окутана энергетическим слоем, который можно рассматривать как клеточную стенку. И идея, которая привела этих ребят в замешательство, заключается в том, что в предсказуемые периодические моменты, которые совпадают с лунными и солнечными затмениями в этих узлах относительно ведической астрологии, мы получаем этот импульсный эффект. Когда более мощное излучение из центра галактики проходит через наше Солнце, значит наше Солнце не стоит на месте. У нас нет геоцентрической орбиты. У нас спиральная орбитальная система, в которой мы, по сути, движемся за Солнцем, как комета. Солнце на самом деле собирает энергию из-за энергетического щита, окружающего Солнечную систему, и переносит ее в нашу Солнечную систему. Отсюда все солнечные вспышки и тот факт, что Солнце действует как портал. И, кстати, все это настоящая наука. Мы можем спорить о том, что оно делает, но мы движемся вперед, как комета, и она улавливает все это электромагнитное излучение. Мы находимся в магнитном поле, окружающем Солнечную систему, и у Солнца оно свое, у каждой планеты оно свое. Ты абсолютно прав. И это то, чего они действительно боятся. Это похоже на то, что у калибри птиц или людей в мозгу есть магнитные конусы, которые улавливают магнитное поле Земли и Солнца. Именно так они ориентируются. Бабочка родилась в Канаде и знает, как долететь до того же дерева, что и ее предки. Вы знаете, я прилетел в Канаду из-за всех этих магнитных конусов. Таким образом, точно так же, как Солнце влияет на циркадный ритм, когда ты поешь, существует гораздо более важный ритм, о котором беспокоится и стеблишмент. Ты прав. И дело в том, что в этом более крупном ритме есть много циклов, и они разделили его на несколько частей. Мы, люди, со временем разделили его на эти различные юги. Темную югу, железную югу, которую мы только что покинули, кали-югу. Сейчас мы находимся в медной югу, которую также называют бронзовой, а затем перейдем к серебряной и золотой. И в литературе высказывается предположение, что к тому времени, когда мы вступим в золотую югу, через несколько тысяч лет, люди действительно будут кардинально отличаться. У нас здесь есть наука, которая говорит, и у нас также есть наука наблюдений, которая говорит, и когда я родился, Солнце было желтым, и это было не так сильно. Я мог бы отсутствовать 8 или 9 часов, не обгорел бы на Солнце и так далее. Сейчас Солнце белое. Оно излучает больше энергии. Это было то, что я обнаружил в 1997 или 1998 году в своей большой языковой модели, когда занимался подметанием. И я решил назвать это странными энергиями из космоса. И правящая элита действительно волнуется, потому что у людей уже наблюдается очевидный эффект, связанный с этими странными энергиями из космоса. А затем еще одна незначительная деталь, и я заткнусь или буду отвечать на вопросы. И она заключается в том, что среди людей существует огромное количество невежества. И это невежество напрямую отражается на наших ученых. И они назвали часть нашей ДНК мусором. Это невежество с их стороны. Это просто ДНК, и они пока не понимают, на что она будет реагировать, и что будет срабатывать, и что она будет делать, когда это произойдет. Но правящая элита, с другой стороны нашей науки, которая дошла до нас, обладает эзотерическими знаниями, которые говорят о многое из того, что происходит с ДНК, будет вызвано этими излучениями из галактического центра. Вот почему они хотят, чтобы мы ушли в подполье. Они хотят, чтобы мы были максимально защищены. И это звучит так. Эй, ребята, вы когда-нибудь слышали о гигантской проблеме, которая раньше называлась угольной залой, и стоила нам миллиард долларов в год, чтобы избавиться от нее? Раньше из-за нее погибали сотни людей в год, и мы просто возились с этим мусором на всех этих угольных заводах. И мы больше не на этой планете, больше нет серьезной проблемы с угольной залой. Почему так происходит? Химиотрассы пытаются помешать нам получать эти излучения из космоса, но это не работает, потому что они не являются полностью электромагнитными. Многие из этих энергий переходят в то, что раньше называлось эфиром, а теперь называют полем, или, знаете, квантовым эффектом, или чем-то еще. Но на самом деле это так и есть. Конечно, темная материя — поле темной материи. Нет, темной материи не существует. Мне жаль, но я вынужден это оспорить. Я сторонник иконоборчества, и я ничего подобного не нахожу. Например, для того, чтобы темная материя существовала, где-то в нашей Вселенной должна быть видна энтропия. И мы не можем найти ни одной энтропийной галактики, хотя нам должны быть видны десятки таких галактик. Могу я по-быстрому рассказать об этом? Я имею в виду, если ты не возражаешь. Конечно. О, конечно, продолжай. Это тот самый Райан. Очевидно, я понимаю тот момент, когда ты говоришь, что на самом деле нет такой вещи, как темнота. Темнота — это просто отсутствие света. Так что я вроде как могу согласиться с этим. Но вы, ребята, можете продолжать. Я просто выкладываю все на чистоту. Тебе не обязательно меня слушать. Нет-нет, впусти его и скажи мне, что именно. Послушай, 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 когда я говорю о темной материи. Я просто говорю о том, что существует множество энергии во многих областях, которые они даже не в состоянии распознать. Но они могут видеть влияние этих сил тяжести или этих систем на вещи. Я не специалист по квантовому бизнесу. Я только что прочитал об этом. И теории, которые они выдвинули 150 лет назад, до сих пор подтверждаются. Многие из новых теорий уже устарели. Но вы очень интересный человек, сэр. А как люди относятся к вашей работе? Ты работаешь? А я? Мальчик, на самом деле им лучше избегать этого. Но у меня есть запасной вариант. Я здесь на Иксе. Я просто старый. Я на пенсии. Я просто копаюсь в каких-то странных вещах для своих собственных целей. На самом деле это не так. Ну что же, у тебя отличный голос. Может быть нам стоит нанять тебя, чтобы ты сделал для нас несколько озвучек. Но чем занимается твоя бывшая? Как люди находят тебя? Я просто Клифф. Это скала под баром Хай на Икс. Все в порядке. Глобалисты действительно расстроены переменами на Солнце. Они пытаются научить нас. Они пытаются сказать нам, что это мы сами во всем виноваты. Так вот, 99% нашего климата зависит от Солнца. Это подтвердит любой настоящий астрофизик. Если бы не Солнце, мы бы жили при абсолютном нуле на поверхности Земли. Я просто уверен, что это тектонические плиты, затопленные лавой. Мы можем жить под давлением, но это все. Так что идея о том, что коровьи-пердежи влияют на погоду или углекислый газ, просто абсурдна. Большое вам спасибо, сэр. Спасибо вам. Знаете, можно подумать, что они постоянно говорят о разнице в повышении температуры на Земле и на Марсе. Как будто это само собой разумеющееся. Мне нравится, что когда Солнце нагревается, Марс становится теплее. На Марсе тоже становится теплее, потому что на Марсе нет коровьего пердежа. Ну что же, согласно данным зондов и датчиков, примерно 12 лет назад становилось теплее. Таким образом, температура воздуха повышалась примерно с 50-х годов и примерно до 2010 или 11 лет. Об этом пишут в основных новостях астрофизики. То же самое происходило и на Марсе. Ледяные шапки Марса становились все меньше примерно 12 лет назад. Наши ледяные шапки тоже уменьшаются. Сейчас они становятся все больше, потому что Солнце уже не такое горячее, как раньше. 12 лет назад, да. Вау, здорово. Только подумай об этом. Ведь именно Солнце делает их горячими. Нам нужно, чтобы люди говорили нам об этом. Дэн должен осуждать здраво. Не хочешь перейти к другому оратору, прежде чем Джек присоединиться к нам? Да, как только появится Джек Масуба, он свяжется с нами по скайпу. Действуй. Окей, круто. Итак, у нас есть Эндрю Мейер, который, очевидно, принимал участие в разработке видео. Кстати, я люблю Эндрю и хотел с ним переговорить в последний раз. Я перестал отвечать на все звонки. Я просто был так занят. Мой телефон был перегружен. Я все еще люблю тебя. Алекс показывает видеоигру Датком. Мы любим тебя, Эндрю. Мы любим всех. Я скоро свяжусь с тобой, но я рад, что мы разговариваем здесь, в прямом эфире. Совершенно верно. Продолжай, Эндрю. Большое тебе спасибо, Алекс. Я тоже люблю тебя, братан. И есть пара вещей, которые прямо сейчас кажутся мне дикими. Во-первых, то, что Райан Гарсия находится здесь и рассказывает о Богемской роще. И я не хотел идти на это мероприятие, но он говорит об этом. Мы в буквальном смысле делаем это. Ты меня сейчас слышишь? Да, у тебя хороший голос. Я тебя слышу. Мы слышим тебя громко и отчетливо. Продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. Мы в буквальном смысле работаем над уровнем Богемской рощи для игры Алекса Джонса. Так что да, Алекс Джанес Гаме — это точка зрения компании. Если кто не в курсе, мы создали самую популярную видеоигру в Steam, крупнейшей игровой платформе в мире. Это очень весело. AlexJanesGamme.com Но мне тоже действительно была интересна эта тема. Тем более, что сегодня 8 апреля, и они просто сходят с ума. Так вот, Клифф говорил о календаре, который отличается от моего. Я пользуюсь еврейским календарем, хорошо. По еврейскому календарю, 8 апреля — последний день года. Новолуние вовне — это первый месяц года. На самом деле люди думают, что Роша Шана — это еврейский Новый год. Но на самом деле первый месяц в календаре — это Овен, Ниссан. И это происходит 8 апреля. И поскольку именно 8 апреля — этот день, они сходят с ума по поводу того, что это последний день в году. Именно в этот день ты можешь зарядиться энергией на Новый год. Они хотят, чтобы все драфты НФЛ и НБА, как правило, проводились в новолуние или полнолуние в разные месяцы по еврейскому календарю. Значит, эти высокопоставленные люди знают, что делают. Они используют эти даты. Если так оно и есть, то вы мимо. Кстати, в этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений в том, что мировая элита одержима еврейским календарем, еврейской мистикой и царем Соломоном. Все масоны основаны на этом. И мы с тобой очень хорошие друзья. Ты дал мне несколько книг по этому вопросу, так что ты в некотором роде эксперт в этом вопросе. Как ты думаешь, что здесь на самом деле происходит? Я хочу сказать, что сегодня последний день в году. Так что для них это шанс зарядиться энергией, которую они хотят получить в Новом году. Если вы посмотрите на группу астрологов, работающих в разных областях астрологии, все они говорят, что энергия меняется. Так вот, глобалисты, очевидно, хотят усилить влияние злой негативной энергии в Новом году. Что они делают? Дестабилизируют ситуацию, заставляют людей бояться, потому что именно этого они хотят добиться в Новом году. Так что любой кризис или страх, который они хотят вызвать у людей 8 апреля, это потому что... В буквальном смысле этого слова... Это ты. Как же. Я хочу поговорить с гостем об этом, а не о видеоигре, потому что мы уже поужинали и все такое прочее. Ты поразительно умен в этом вопросе. И они тоже делают это на Новый год у других людей. Я замечаю, что каждый год в конце цитаты по христианскому календарю или по римскому календарю, у них всегда есть что-то очень негативное прямо во время Нового года в этом календаре. И по китайскому календарю тоже так делают. Ты заметил это? Да. Это потому что у них разные системы. Все они обладают мощной энергетикой. Что касается глобалистов, то они знают, что хотят посеять семена негатива в каждый Новый год, потому что это то, что они собирают. Они хотят забрать всю нашу энергию, поэтому им приходится насаждать в нас любой негатив, какой только возможно. Так что, безусловно, они очень хорошо осведомлены об астрологии. Ты знаешь, в газетах они публикуют бессмысленные гороскопы, чтобы люди считали это ребячеством или глупостью. Но ведь на самом высоком уровне точно знают, для чего используются эти штуки. Именно для этого. Позволь мне на этом остановиться. Рональд Рейган, все мировые лидеры, Гитлер, Ленин, Сталин, Черчилль, Великобритания, все они делают все, что в их силах. Да. Так что можно сказать, что это нереально, но они думают, что это реально. Так что это реально, потому что они пытаются все организовать вокруг этого. Просто с ума сойти, когда смотришь на этих лидеров. Самый известный пример, который приходит на ум, это Распутин. Чем более влиятельными становятся люди в коррумпированных обществах, тем более суеверными они становятся. Будто Гитлер или Распутинская история. Это почти то же самое, когда ты достигаешь определенного уровня власти и понимаешь, что находишься в коррумпированной системе. И все хотят нанести тебе удар в спину. Ты начинаешь поворачиваться в странных направлениях, чтобы найти ответы. Духовно. Ну, я имею в виду, я забыл, что астролог Гитлера был евреем. Его фамилия была Вольф. И они буквально держали его в плену, но он освободился после Второй мировой войны. И когда он рассказал им то, что им не понравилось, и это оказалось правдой, они чуть не убили его. Но Гитлер буквально ничего не стал бы делать, если бы этот парень ему не сказал. В самом деле, не убивай посланника. Ну что же, они его не убили, а чуть не убили сами. Ты знал об этом, Эндрю? Нет, для меня это новость. Для меня это что-то новенькое. Я знал, что его шофер был евреем, и что он получил почетное звание. Как бы то ни было, все это просто полное безумие. Я имею в виду, я имею в виду, что они одержимы этим и находятся у власти. Но ты прав. Это разные системы, но в них есть что-то общее. Как ты думаешь, Эндрю, что происходит на самом деле? Я думаю, что мы. Ладно, позволь мне сослаться на Джона Дютуа. Я не знаю, знаком ли ты с ним, но тебе стоит это сделать. Он режиссер мистификации, замечательного документального фильма. Он пошел и снял тебя на видео. Он тоже настоящий гений. И он сказал, что в этом году речь идет о 2024 году, а не о еврейском календаре, как я. Но этот парень чувствует энергию. Он читает знаки. И он сказал, что этот год — год кармы. И я вижу, я вижу все признаки этого. Я тоже это вижу. Шмули, когда я был на твоем шоу на днях, это была самая дикая энергия. И это просто похоже на то, что все видят, кто он на самом деле. Этот парень так долго вытворял такие безумные вещи, притворяясь представителем еврейской общины. И теперь все видят, кто он такой на самом деле. Он раскрылся. Таким образом, карма, кармический долг, выплаченный стольким людям, приходит к концу. Этот год может стать великим годом откровений, великих перемен, великих событий. Ну что же, забавно, что ты так говоришь, потому что все, что я делаю, показывает, что я настоящий, даже если они пытаются этому противостоять. И ты прав. Все остальные фальшивые люди подвергаются разоблачению. Бинго. Прямо сейчас люди видят, кто они на самом деле. Я смотрю на это по-разному. Так что они наверняка боятся этого. Потому что если все увидят, кто они такие, все захотят, скажем так, посадить их за решетку. Давай будем вежливыми. Все захотят, по крайней мере, посадить их за решетку. Так что они смертельно боятся этого. И мы все должны быть очень счастливы и настроены очень позитивно. Этот год может стать лучшим в нашей жизни. Ну что же, без сомнения, апатичные Обама, Байден и Клинтон выходят из самолета и говорят, о, мы с королевой Латифой, как будто это круто. И они думают, что Голливуд имеет значение, или телевидение, или хип-хоп, или рок-н-ролл. Люди так устали от этого. И вот я всегда смотрю на мирское. Окей, они используют это как тренировку по ведению военного положения, чтобы взять ситуацию под контроль. С одной стороны, они используют это как тренировку, чтобы взять под контроль все правительство. Но с другой стороны, глобалисты действительно напуганы тем, что происходит прямо сейчас, Чейз. Да, одна из вещей, которой я больше всего боюсь, пришла мне в голову во время разговора с Эндрю. Очевидно, что угроза номер один. Это глобализм и эти лидеры, которые объединяют власть и пытаются ее контролировать. Подчинить себе всю планету. Это мой страх номер один. Но второй страх, который у меня есть, заключается в том, что я верю, что в конце концов добро побеждает. И это не только потому, что я вырос, смотря американские фильмы. Я действительно верю, что такова природа вещей, связанных с кармической энергией. Иначе мы все были бы мертвы. И поэтому я обеспокоен. Хорошо. Давайте просто скажем, что все глобалисты потерпели полное поражение. Вся власть возвращена. Справедливость восторжествовала. Я беспокоюсь о том, как люди будут реагировать слишком остро, когда все эти злые люди окажутся у них под каблуком. Я имею в виду, собираемся ли мы это делать. Да, потому что мы тоже не идеальны. Общественность коррумпирована и тоже пытается это скрыть. Я имею в виду, что я тоже такой. Я имею в виду, что я хочу творить добро, но я становлюсь извращенным и безумным. Как бы потом не взять себя в руки. У этих людей даже совести нет. Это похоже на ту первую сцену из Наполеона, когда они выводят королеву. Я не могу вспомнить. Моя история ужасна. И вот еще что. Мария Антуанетта. Да, они все кидаются в нее листьями салата и овощами. Она пытается сохранить свое благородство. Я уверен в этом. Так оно и есть. Это очень точный фильм. Я уверен, что она была ужасным человеком. Я не настолько хорошо разбираюсь в истории, чтобы утверждать это. Но вы просто видите толпу и то, насколько она порочна, как эти аристократы. Ну что же, французская революция отличный тому пример. Это и есть настоящие иллюминаты. Это было в прошлом. Да. Я имею в виду, что они говорят, «О, у нас есть эта злая окрумпированная церковь и злая окрумпированная знать». Мы заменим это еще большей тиранией, говоря, что это для народа. Эндрю, ты отлично поработал в видеоигре. Я скоро с тобой разберусь. Мы собираемся выпустить новый уровень. У меня все получилось. Я даже не говорю о эмоциональном выгорании. Все знают, что это не так. Я только что отключил телефон, чтобы не работать здесь. И я чувствую себя виноватым перед всеми своими друзьями, перед всеми остальными. Все спрашивают, почему ты не поймал Микки Уиллоуза. Все мне звонят. Знаешь, даже Джо Роган пишет мне, а я забываю написать. Я только что выключил эту чертову штуку, потому что не хочу сказать, что сильно ударился о стену, но около двух месяцев назад я просто перестал отвечать на звонки, но мы в порядке. Мы снова будем вместе, Эндрю. Я ценю тебя, приятель. Спасибо тебе. И поверь мне, я понимаю, что ты вершина этой сферы. Все это знают. Все знают, что ты вершина этой сферы. Так что я просто благодарю тебя за все, что ты делаешь для человечества. И перейдем к последнему пункту, который сказал Чейз. Знаешь, что мы будем делать, когда возьмем власть в свои руки? Нужно, чтобы мы говорили не только о политике, но и о Боге. Чем больше людей возвращаются к Богу, любят Бога и молятся Ему, тем больше мы возвращаем власть к Богу, а не только толпе. Так что спасибо тебе за то, что ты помог мне с Алексом. Это интернет-магазин AlexGame. Спасибо тебе. Это интернет-магазин AlexGame. И, кстати, я не говорил, что я такой крутой. Все хотят со мной поговорить. Мне нужно начать говорить в прямом эфире каждый день. Эй, ребята, извините, я возвращаюсь ко всем этим друзьям, ко всем этим людям, ко всем этим ребятам. Я только что был здесь. Я как бы делаю публичное заявление. Я собираюсь сделать это чуть подробнее в своем шоу, потому что люди начинают злиться. Он не разозлился, но некоторые люди говорят, «Эй, чувак, почему ты не разговаривал со мной месяц или два?» Я просто уперся в стену. Я просто рад, что ты мне ответил. Ну что же, это сработало. Я все еще общался с командой. Я знаю, что наконец-то поймал себя на мысли, что моя жена такая. Ты не спишь до полуночи и отвечаешь на сообщения. А я такой, ты прав. Я просто должен остановиться. Я не испытываю к тебе ненависти. Это замечательное место. Я поговорю со своими адвокатами, но примерно через две недели мне уже будет все равно. Я отдал все это Богу. Я больше не могу пытаться справляться со всем этим. Я просто буду участвовать в шоу, и все. И я сказал съемочной группе, что был честен в этом вопросе, понимаешь? Ты хочешь связаться с Алексом? Это 877 миллионов, 789 2539. Да, но я не такой, ой, я такой. Я просто говорю всем, что многие люди злятся на меня. Выключен из эфира, потому что я, знаете ли, перестал общаться. И в этом нет ничего личного. С минуты на минуту у нас появится Джек Мособик. У тебя возникли проблемы с компьютером. Я хочу поговорить с ним об этом. Но да, истеблишмент одержим этим вопросом. Веришь ты в это или нет? Это похоже на то, что ты не веришь в дьявола, а дьявол верит в тебя. Вот в чем суть. Они просто одержимы этим. Кто следующий? Ладно, давай послушаем Кима. Ким, ты поднял руку. Давай, включи звук и скажи то, что ты хотел сказать, сэр. Да, я просто хотел сказать, Алекс. Я агитировал тебя вернуться в Твиттер с тех пор, как тебя забанили. Так приятно, что ты вернулся. Но я хочу поговорить о том, что произойдет завтра. Согласно некоторым сообщениям, красная телка будет принесена в жертву. И это повлияет на значение трех основных религий. И я просто хотел услышать, что ты думаешь по этому поводу. Потому что я в ужасе от всего этого. Похоже, хаос не за горами. Ну что же, это очень сложный вопрос. И как я уже сказал, в продуктовом магазине в прошлые выходные и в магазине спортивных товаров Академии три дня назад, где я покупал спортивную одежду и новые носки. На моих в буквальном смысле появились дырки. Я имею в виду, что это просто показатель того, что дело не во мне. Я захожу в магазин и вижу, что он заполнен примерно наполовину. Так что там просто кишмя кишит народ. Он не битком набит, но к кассе выстроились очереди по 20 человек. Все в порядке. Так что я захожу туда, покупаю спортивные штаны, нижнее белье, носки. Покупаю еще немного, ну знаешь, пневматических патронов для пневматического пистолета, который стоит у меня на заднем дворе, и моя дочь. И я, каждый человек, черный, белый, испаноязычный, старый и молодой слушатель. И я имею в виду, я бы сказал, что может быть 10 раз они упоминали затмение, 5 раз рыжую тёлку. И я знаю об этом всё. И проблема в том, что даже на то, чтобы разобраться в этом, ушли бы часы. И потом, даже на мое понимание, этого у непрофессионала ушли бы часы, не говоря уже о таком человеке, как раввин или серьезный теолог. Но вот в чем дело. У вас есть некоторые христиане, которые считают, что они должны быть помощниками Бога, и они должны указывать Богу сроки, по которым нужно действовать. Верните Мессию, и что они пойдут финансировать еврейские группы, которые думают, что они приведут Мессию, и что они убьют эту рыжую тёлку. Они так и не смогли их найти, но в Техасе нашли пятерых из них, и все они абсолютно рыжие, ни одного белого или черного волоска. А потом они купили эту землю на Масличной горе, чтобы увидеть, где был храм. Они могут построить третий храм. Он был разрушен Титом в 7080 году. И поэтому они верят, что это приведет еврейского Мессию, но это процесс. А христиане думают, о нет, мы заставим евреев сделать это, но тогда они получат нашего Мессию. А потом мусульмане и Хамас заявляют, что если вы нападете на мечеть на Аляске, то у нас наверняка начнется Третья мировая война. Миллиард восемьсот миллионов мусульман сойдут с ума. Так что я не нападаю на евреев, я не нападаю на христиан, мы не нападаем на мусульман. Я просто говорю тебе, что я работаю с Богом. Когда я молюсь, я молюсь в одиночестве. Я просто раскрываюсь и спрашиваю себя, что мне делать, Боже. Я не молюсь ни о чем таком. И я всегда замечал, что Бог говорит мне, что я должен делать. А потом это всегда происходит. Всегда. И это и есть проницательность. Вот это и есть настоящая связь. Я знаю, что Бог реален. И Бог говорит мне кое-что перед тем, как это произойдет. Это безумие. Я должен уделять больше времени сосредоточению на Боге. Я делаю это недостаточно часто. Я просто знаю, что когда интровертные люди, будь то мусульмане, иудеи, или христиане, пытаются заставить Бога делать то, чего он не делает, это кажется мне действительно опасным. Что ты об этом думаешь? Я согласен с тобой. Но я также вижу, что Ближний Восток находится в состоянии тотальной войны только из-за одного этого события. Ты знаешь, Хамас выступил и сказал, что одной из причин нападения 7 октября было то, что он привел сюда телок. Я могу себе представить, что после жертвоприношения начнется полномасштабная война. Я имею в виду, что Хамас говорит, что они сойдут с ума из-за этого. И это глупо. Люди, убивающие этих коров там на холме и исповедующие свою религию, я думаю, что это нормально. Это значит, что им позволено это делать. И я не думаю, что они плохие люди, пытающиеся это сделать. Я просто думаю, что они думают, что им удастся проложить путь. Потому что в Ветхом Завете говорится о восстановлении храма, или я думаю в Новом Завете после этого. Или не в Новом Завете, а в Еврейском Писании после этого, потому что Новый Завет был христианским, но после Ветхого Завета были еврейские писания. Мне пришлось бы вспомнить все детали, так что я могу ошибиться. Но да, это очень, очень дико. Но я думаю, что у них есть право приносить в жертву коров на вершине холма. Но, конечно, все это очень интересно. Что ты об этом думаешь? Я в ужасе. Я думаю, что все это война. Я думаю, что это начало Третьей мировой войны. Я думаю, знаешь, если ты мусульманин и видишь это, то думаешь, что мечеть будет разрушена. Это Третья по значимости священное место для мусульман. И они официально заявляют, что она будет разрушена. И они строят там храм. Так что я не знаю. Я думаю, что это только начало. Конечно, этого. Первый. У них должны быть чистокровные священники, которые никогда не убивали, я думаю, и не прикасались к мертвым вещам. А это чертовски трудно сделать. А потом они должны убить рыжую телку, и тогда они должны это сделать. Это открывает путь к строительству нового храма. И да, это дико. Что для меня безумно в этом, так это любая другая недвижимость. Можешь себе представить Алекса и Кима. Мне интересно, хочу услышать, что ты думаешь. Если бы мы обсуждали детали какой-нибудь сверхспецифичной древнегреческой религии, например, детали какого-нибудь пророчества о Зевсе, это было бы просто потрясающе, мне кажется, что сейчас мы находимся в таком месте, где для нас чрезвычайно важно обсуждать пророчества и религию, написанные для нас. И я даже не собираюсь сбрасывать это со счетов. Это потому, что миллиарды людей верят в это. Я знаю, это просто потрясающе. Потому что в этом есть сила. Да. Ну что же, это похоже на Дюну. Пол Атрейдес думает, что все это чушь собачья. Хотя его мать и все остальные знают, что это происходит на самом деле. А потом это становится реальностью и действительно происходит. Ты прав. Суть вот в чем. Потому что они это спланировали. Но именно благодаря этому волосам все получилось. Это реально. Да. Да. Все именно так и есть. Да, чувак, не ты один здесь главный. Я здесь. Ты большой. Я в тренде. Я имею в виду, что весь смысл в том, что ты не можешь отрицать это. Это большая тенденция. Так говорят люди. О, прости. Это не по-иудейски-христиански. А еще они говорят, о, евреи просто полные идиоты. Они воры и тупицы. Ну и зачем они создали религию, которой мы все следуем, независимо от того, мусульмане мы христиане или иудеи? В этом есть что-то интересное и особенное. Но вместе с большой властью приходит и большая ответственность. Так что это двойственность. Все, что является мощным и интересным, будет иметь по-настоящему хорошую и по-настоящему темную стороны. И что мы должны уметь критиковать, так это то, что плохое в любой группе является сильным. Есть ли в этом смысл? Абсолютно верно. Я уважаю это. Я не враг евреев, но в то же время он чем-то похож на Смая, бегающего вокруг, это опасно. Ну как и Гитлер, я не против немцев. Я не навязываю Смая Гитлеру. Я говорю, что люблю немцев. Я наполовину немец. Но я имею в виду, что ты знаешь этого парня, просто посмотри на Гитлера. Этот парень словно источал зло. Я имею в виду, что им нужно быть проницательными и понимать, что это дьявол. Типа вау, расслабь спину. Понимаешь? У тебя такой вид, будто этот парень дремлет. Но посмотри на Леннона на фильмы об этом. Этот сукин сын чертовски зол, понимаешь? Все в порядке, у нас здесь есть Джек Пособик и Джей Дайер. Мы собираемся пригласить сюда еще много людей. Эдриан Депман предположил, что он будет вести репортаж здесь. Мы действительно благодарны всем, кто присоединился к нам. Давайте обратимся к бывшему сотруднику военно-морской разведки, но многие люди работают в разведке. Ладно, отлично. Ветеран военно-морского флота, жил в Китае, я жил по всему миру. Но настоящий эксперт по Ближнему Востоку, настоящий эксперт по Восточной Европе, настоящий эксперт по Украине и России. Теперь русский выходит и говорит, у нас есть доказательства того, что западная разведка финансировала этих парней с помощью криптовалюты, и все это очень серьезно. Так что я тоже хочу пораскинуть мозгами по этому поводу. Следователи Арти установили связь между терактами в Москве и подозревают Украину. Каковы будут последствия этого? Но Джек, во-первых, почему такая одержимость солнечным затмением? Поправь меня, я забыл об этом. Шесть лет назад они тоже так делали, когда это было над Орегоном. И они вызвали войска, чтобы объявить чрезвычайное положение. Но это было в первый раз. Так почему же они вдруг взяли обычное научное природное явление и сделали это? Я рассматриваю это как тренировку, потому что они делают это для того, чтобы командовать местными органами власти и просто нагнетать страх. Но есть и эзотерический аспект. Джек Масович, что ты об этом думаешь? Послушай, Алекс, все, что я могу сказать. Это то, что на данный момент мы уже тысячи лет знаем, что затмения всегда имели символику, связанную с оккультизмом, с подобными практиками. Это связано с мистицизмом, со скрытыми знаниями, с работой в тени. Среди практикующих оккультизм бытует мнение, что затмение означает прорыв завесы между мирами. Так что это очень духовная, очень сверхъестественная вера. И сейчас я не говорю, что лично я в это верю. Я этого не утверждаю. Теперь, когда все сказано, я не знаю. Я не могу подтвердить или опровергнуть это верно. Я также не утверждаю, что это обязательно то, во что верят все, кто выходит на улицу. Но суть в том, что есть люди, которые верят в это. И поэтому, так же, как вы говорите о некоторых других пророчествах, вы должны понимать, что это за убеждение, если вы действуете в такой среде. Если вы хотите понять радикальный ислам, вы должны знать, во что верят радикальные исламисты. Если вы хотите понять, кем бы ни был ваш оппонент, если вы хотите понять коммунистическую партию Китая, вы должны понять их убеждение. Если вы хотите разобраться в противостоянии глобалистов, вы должны понять их убеждения. Послушай, затмения считаются чем-то мистическим. Кстати, они также рассматриваются как своего рода смена цикла, изменение структуры. Так вот, это идея о том, что в затмении есть сила, есть тайное знание, которое раскрывается, есть путь через измерение. И это похоже на открытие портала, если хотите. И это действительно одно из главных верований. И кстати, многие люди говорят об этом примерно так же, как о Хэллоуине и кануне Дня Всех Святых, и у них будет такой же тип оккультизма веры вокруг этого. Вот тут и проявляются те же самые убеждения, когда речь заходит о затмениях. Вот что мне кажется странным, так это то, что, как ты сказал, Алекс, мы наблюдаем реакцию правительства и его действия, которые напрямую связаны с этим. И люди говорят, ОНОСА запускает эти спутники связи, и они хотят просто измерить, что происходит с Землей. Затмение и то, как оно защищает нашу атмосферу и ионосферу. Окей, конечно. Я спрошу об этом Илона Маска. Я сформулирую это следующим образом. Мне было бы очень интересно пригласить Илона Маска сюда и рассказать о том, что он знает обо всем этом. У него очень проницательные ответы. Я полностью с тобой согласен. И поэтому глобалисты верят в это, но они также собираются использовать это как способ распространения своей пропаганды в новостях. Освещать это событие как еще один способ попытаться объединить людей, зная, что оно будет намного масштабнее, чем суперкубок, из-за ажиотажа, когда все настроятся на это. Но также и в энергетическом плане. В астрофизике я не специалист в этой области. Но я читал статьи и видел отчеты о том, что когда планеты выстраиваются в линер и Луна проходит перед Солнцем, происходит множество электромагнитных процессов. У нас такой циркадный ритм, что когда Солнце садится, тебя начинает клонить в сон. Когда оно встает, ты просыпаешься. Это действительно производит странное впечатление на людей. Так что если мы все сосредоточимся на каком-то событии, они могут запрограммировать нас на это, но также и на эзотерическом уровне программировать людей. И поэтому я думаю, что именно поэтому существует такая одержимость этим, потому что глубоко внутри на биологическом уровне мы находим это очень интересным. Я имею в виду, что в прошлом году как раз было солнечное затмение на 90%, и птицы начали засыпать и, знаете, петь перед тем, как они пошел спать. И это продолжалось всего около 40 минут, а потом снова стало светло, и они снова проснулись. И это было просто волшебно. И поэтому я думаю, что в этом есть какой-то интерес. И именно поэтому правительство занимается угоном самолетов. Так оно и есть. Ну, Алекс, я имею в виду, что совершенно очевидно, что там есть животные. Животные всегда реагируют в мире природы таким образом, который мы в течение многих лет не могли объяснить. Вот уже несколько лет, как мы начинаем это объяснять. Люди знают, что собаки могут обнаруживать магнитное поле и тому подобные вещи. И, кстати, это правда. Люди собираются это зафиксировать. Но это правда, что они могут это сделать. Нет-нет, именно так бабочки преодолевают расстояние в 3 мили. Именно так бабочки преодолевают расстояние в 3 мили. Ты прав. Таким образом, у них есть органы чувств, которые есть у животных, но которых нет у населения. Они могут обнаруживать поля, которые проводят электромагнетизм и другие явления. И вот эта идея о том, что нам всем чего-то не хватает, но животные могут это обнаружить. Совершенно ясно, что это то, чем они являются. Это огромные источники энергии, которые работают, которые являются эндемичными и на самом деле просто естественными в наш мир. На самом деле, пару месяцев назад мы были в Сербии и посетили музей Николы Теслы. И одна из вещей, о которой говорят в музее Теслы, это то, что когда он занимался исследованиями... Рокфеллеры изначально стояли за всеми его исследованиями, а затем, когда он приехал сюда, подошел к ним и сказал, о да, ну что же, то, что я обнаружил, это энергия нулевой точки. И что мы можем использовать энергию нулевой точки и передавать энергию в любую точку мира совершенно бесплатно. И мы можем извлечь его непосредственно из нашей природной системы, непосредственно из ионосферы. И они сразу же отключили, ну, вы понимаете, Каламбург, всю его работу, потому что сказали, подождите, мы не можем монетизировать бесплатную энергию. Как вы можете монетизировать бесплатную энергию? Так вот, значит, все это существует. Теоретические основы, стоящие за этим, существуют уже более ста лет. Но на данный момент предпринимаются согласованные усилия. И, во-первых, были предприняты согласованные усилия, чтобы сохранить это в тайне, потому что это не так. Но это экономически нецелесообразно. Но так же и во-вторых, потому что это была бы не только одна из самых созидательных сил в мире, но и самая разрушительная. Я думаю, что лучший способ описать это, Жюль Верн 130-40 лет назад описал космические корабли, которые взлетают так, как их спроектировал Илон Маск. Отправляйся на Луну или на астероид. Ну, знаешь, взлетай вертикально, приземляйся вертикально. И это случилось. Макс Планк 140 лет назад представил атомную теорию и уравнение для создания атомных бомб. А все эти телевизоры? Все это вместе взятое. Вот почему мы такие могущественные. То, о чем мы думаем, не проявляется волшебным образом, как сказала Опра Уинфри. Но при наличии достаточного количества технологий для создания достаточно мощных систем, мы можем это сделать, мы почти у цели. Вот что такое сингулярность, когда мы просто проявляем что-то. Но наш мозг это не бог. Мы все еще просто люди, но у нас есть эта божественная сила маленький G. Таким образом, древние могли видеть это и знать об этом. Они изучали энергетические системы и как бы давали это их точка зрения. Но теперь, благодаря науке, мы знаем гораздо больше. И это на самом деле доказывает то, о чем думали древние. Но, Джек, прежде чем ты уйдешь, я хочу сказать, что ты очень занят. И я ценю, что ты уделяешь нам немного времени. Я хочу скопировать твою новую книгу. Я знаю, что она уже сейчас занимает лидирующие позиции и связана со всем этим. Так что расскажи нам немного о своей книге. А затем, прежде чем мы перейдем к Джей Дайру и другим, здесь на просторах интернета собрались замечательные люди. И еще дай мне свой краткий снимок. Потому что, ребята, я не просто говорю каждому гостю, что они это делают. У нас есть гости, которые возвращаются, чтобы сделать это. Но он сделал это, сделал это, сделал это, как Робин Гуд, расщепляющий стрелу. Это одно дело на расстоянии 100 ярдов. Потому что для того, чтобы это сделать, нужно быть хорошим лучником. Я все еще веду себя прилично, как раньше, когда я много делал, я мог бы попасть в яблочко со 100 ярдов 2 или 3 раза, если бы действительно расслабился и сделал это. А иногда и на 50 ярдах я бы действительно расщепил стрелу, как Робин Гуд. Но сейчас они составные, так что мы просто вроде как о том, чтобы сломать его. Но этот парень расщепляет стрелу примерно 3 раза. За последние пару лет ты на 100% справился со всем, что происходило в России и на Украине. Ты предсказал грядущие теракты. Каково твое представление о том, что там происходит после того, как ты расскажешь нам о своей книге? Послушай, Алекс, я очень ценю это. Всем нужно пойти и предварительно заказать копию этой книги о людях. Потому что именно с этим мы сталкиваемся. У вас есть сила бесчеловечности против команды человечества или сила гуманности? Люди, которые действительно хотят продолжить человеческую расу и жизнь на этой планете, как мы ее знаем? Знают это или люди, которые хотят уничтожить это, перевернуть это, обезлюдить это, превратить нас в какую-то другую форму существ? Есть много других типов людей, в которых они хотели бы нас превратить. Но именно в этом и заключается смысл книги «Нелюди». Мы переживаем коммунистические революции прошлого. Мы рассказываем о том, как эти силы накапливались на протяжении многих лет и привели нас туда, где мы сейчас находимся. Чтобы люди могли испытать это на людях. Это есть в Amazon, это есть в Barnes & Noble, это есть везде. Послушай, когда речь заходит об Алексе, этот вопрос о том, как произошли эти террористические атаки. Послушай, мне совершенно ясно, что когда у тебя возникает ситуация, когда ты находишься в отчаянном положении. Как в случае с украинское правительство, действительно является украинским правительством. И люди должны понимать, что это правительство-марионетка. Режим, который в целом контролируется правительством Соединенных Штатов и элементами Центрального разведывательного управления при поддержке Викторианского, Нового Орлеана и других. Так это глобалист Камикадзе. Это стопроцентный Камикадзе. И когда дело идет к краху, они не хотят идти ко дну в одиночку. Они хотят продолжать усилия по дестабилизации, потому что их целью никогда не был контроль над Украиной. Им плевать на Украину. Им плевать на народ Украины, на семьи, на детей. Им плевать. Если бы им было не все равно, они бы не посадили Байдена. Ну что же ты сказал, что три месяца назад, два месяца назад, месяц назад мы показывали клипы. Ты сказал, что теперь они наняли нового сотрудника разведки. Они собираются устроить теракты, возможно даже на общественных мероприятиях в театрах. Бум, ты объявил об этом за несколько месяцев до обращения в Госдепартамент. Потому что я понимаю их план действий, Алекс. Их план действий — дестабилизация. Когда они получат власть, они начнут разжигать войну. Когда они потеряют власть, к чему они обратятся? К асимметричным атакам. Так что же означает асимметричность? Асимметричность означает биологическую, химическую, электронную и экономическую. И потом, да, конечно, это означает терроризм. Так что террористические атаки могут иметь место. И тогда, конечно, для удобства мы скажем, о, это были не мы. Это были ребята из ИГИЛ. О, это были не мы. Знаешь, это была какая-то группа, которая просто волшебным образом появилась из ниоткуда. Кстати, меня удивляет, что это дело ИГИЛ оказалось таким удобным. Они появляются и нападают на талибов. Они появляются и нападают на Иран. Они появляются и нападают на Москву и на группу случайных гражданских лиц в концертном зале. Но сейчас, когда весь Израиль находится в Газе, что несомненно является одним из самых дестабилизирующих событий на Ближнем Востоке. Вот цитата радикальной исламской группировки без кавычек, которого, по-видимому, совершенно не волнует израильский кризис в секторе Газа. Нет, они гораздо больше сосредоточены на Москве. Алекс, в этом нет никакого смысла, пока ты не поймешь нелюдей и их намерения. И если ты это сделаешь, то сможешь предсказывать подобные вещи. И ты говорил об этом несколько месяцев назад. Так оно и есть. Ты появился на сайте Предиктив. Ты сказал, что цель будет заключаться в том, чтобы заставить Путина слишком остро отреагировать. Видим ли мы признаки того, что он это сделает? Или что, по твоему прогнозу, произойдет сейчас? Они хотят, чтобы он слишком остро отреагировал. Они хотят, чтобы он вторгся в Европу. Они подстрекали его к этому. Говорили ему, что французы собираются вступить в войну. Говорили ему, что будут результаты выборов. Говорили, что придут 16 человек. И так далее. Они хотят, чтобы Путин отреагировал слишком остро и продолжил это дело. Потому что в конечном счете, и это самое худшее, в конечном итоге они хотят спровоцировать Третью мировую войну. И это то, чего многие люди не хотят признавать. Но есть те, кто думают, что это не так. Что они выиграют от Третьей мировой войны. Ну что же, давай просто скажем так. Если ты веришь в программу сокращения населения, то тогда... Так, ребятки, ну на этом заканчивается. Смотрим вторую часть позже, если вам это интересно. Вот. Я думаю, что многим понравится. Многим это слишком длинно и неинтересно. Но если вам интересно, то вторая часть выйдет на русском языке. После... После этой ждите. Подписывайтесь, ставьте лайки и напишите, что вы думаете. Всем пока.